Ребята, всем привет! Сейчас прогреваюсь и еду менять резину. Сначала сейчас заеду на мойку, а потом поменяю резину. Я вчера также не поменяла, а сегодня на 12 часов я записана, но на 12 часов я уже не успеваю. Я позвонила, говорю, можно я опоздаю минуточек на 15 буквально, потому что с утра я еще делала видео. Он говорит, ты знаешь, будет очень хорошо, потому что у него там тоже какая-то работа еще есть. Я говорю, давай вообще на час перенесем. Он говорит, будет идеально. У меня сегодня с утра дома кипиш. У нас нет воды. Но нет воды, потому что, понятное дело, пришли делать нам котел. Два мастера и Владимир Иванович. Ну и вот это они уже полдня приехали. Где-то они без чего-то 10 начали. И у нас сейчас пол первого. Такой движ дома. Они там разбирают. Ну, короче, много-много всего делают. Вот такие новости. Но перед тем, как ехать, у меня есть колеса. Хочу заехать на мойку. Хочу помыть машину, потому что она такая грязная. Ну, летом-то, понятное дело, я мыла ее сама. А сверху сейчас она такая грязная. И вот это человеку менять эту резину, знаете, тоже не хочется. Так что погнали. Сейчас постараюсь успеть еще... Тут все, в принципе, рядышком. Успеть еще заехать, чтобы помыть. Перед тем, как менять колеса. Короче, я так себя снимала, что у меня как-то было видно, пол лица засветило. Не знаю, я надеюсь, что было нормально. Ну, буду монтировать, конечно, все узнаю. Потом. Ну, в смысле, нормально, надеюсь, что было видно вам. Ну, что, ребята, я уже на мойке. Здесь очень красиво моют машину. Ну, такое все в разных цветах. Но я это не засняла. Не засняла, потому что разговаривала по телефону. Но я думаю, что еще будет. Там пеной обливать это. И буду я сейчас чистенькая. А то, знаете, ехать, блин, к человеку, мыть машину. И машина такая грязная. Ну, тоже как-то неудобно. Еще человек, вот этот, что работает здесь на мойке. Мужчина говорит, вам надо, говорит, там с колес, типа, побывать. У вас, говорит, такие они грязные, типа. Но он мне сказал, все побывает, сделает все чистенько. А то действительно ехать, и такая грязная. Правда, вот тут уже 13.04. Блин. А мне на час дня к этому же. На СТУ туда. Теперь не знаю. Наверное, надо перезвонить, сказать, что я немножко опаздываю. Блин, так неудобно. Я вообще, я ужасно не люблю опаздывать куда-то. Если бы обещала там, например, на одно время. Я стараюсь всегда так успеть. Хотя я сегодня вообще должна была на 12, но перенесла аж на час. Ну, как-то так-то. Сейчас, наверное, я позвоню. Это, по-моему, уже последний этап. Сушить. Короче, я успела сюда смыть, и все нормально. Короче, пока мне меняют колеса. Мне предложили посидеть здесь. Вон пульт лежит. Посмотреть телек. И чтобы я не мерзла. Ну, это чтобы я не сидела, не мерзла. На улице там не стояла. А здесь тепло. Смотрите, какая прикольная коллекция машинок. Класс. Гляньте. Ничего себе. Так приятно. Знаете, что не оставили там на улице где-то замерзать, да? А предложили подняться, погреться. Потому что я знаю, что Костя Леннон, он менял колеса и торчал на улице. И очень замерз. Там не было даже кафешки, куда пойти. А тут, смотрите, боже, какие машинки прикольные. Гляньте, какая коллекция. Супер. Класс. И картины. Ну, это явно кто-то, один автор рисовал. Может, даже кто здесь работает. Смотрите, как. И везде здесь марка нарисована в Жигули. А, вот Лада. ВАЗ. Может, это он нарисовал. Ну, один тот же автор рисовал свои машины, которые у него, ну, типа, были. И вот он, его работы. А вот еще одна коллекция машинок. Вообще супер. Что-то у меня косточки хрустят. Я не знаю, как они называются, эти все машины. Видно, что здесь более такая коллекция простеньких каких-то собранных, да? Ну, а здесь каких-то крутых. Ну, картины вообще очень классные. Мне так понравились. Да ладно, представляете. Это что? Это мандаринка маленькая, да? Или лимон. Я в шоке. Такое дерево. Так, слушайте, у меня же тоже растет мандаринка. И вот это такое у меня, наверное, тоже будет дерево. Ничего себе. Костя посадил с косточки, помните? У меня стоит там, на подоконнике, возле пальмы. Он посадил с косточки. Опа, хоть бы не оторвать, Господи. Надо руками не трогать. Наверное, у меня такое дерево вырастет. Большое. Класс. Это сколько лет оно уже растет, конечно. Слушайте, я скину оленю фотку. Ну, где я нахожусь, сижу тут. Смотрю. Она мне такая говорит, Надь, а это разве не фотки? Я, короче, такая начала теперь задумываться. А может, действительно, это просто фотографии, а не нарисовано? А? Ну, хотя видно вот эти все вот пупырышки. Ну, что это не фотография. Не знаю, как вам камера это передает. Но видно, что это красками рисовано, красками при том. Надо будет спросить, что это нарисовано или фотки. Ну, по-моему, нарисовано. Ой, фу, нарисовано, Господи. Ну, в смысле, нарисовано красками, не фотографией. Я уже возвращаюсь домой. И у нас пошел снег, ребята. Да. Первый снег. Такой маленький снежок идет. Кстати, я сегодня себе купила обувь. Купила себе шмотки. Это купила себе двое штанов, джинсы и брюки. И две кофточки. Приеду домой, покажу вам. Или сегодня покажу, или уже завтра днем. Да. Я уже вернулась домой, а Даша тут кайфует. Просто кайфует от снега. Мне Амина звонит, радоваться со мной. Да? Она радуется со мной. Короче, ты позвонила мне, я позвонила Амине, но сказала о снеге. Мне и Макс, и Амине рассказала. Амина, все в остальном. Мне, по-моему, снежинка попала на объектив. Кто еще так радуется снегу, как мы? А я помыла машину и пошел в снег. Тоже ничего. Вот, и новая с обожечкой одела. Да. Ну, видишь, как классно. Взула и забыла. Вот так, выйти во двор. Ну что, все буду заноситься, колеса буду заносить. Поможешь мне пакеты занести? Я с ней, я вам туснула. Пакеты, пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас у Настя уже выложила. Пожалуйста. Да, выложила. Вот они мои покупочки. Это джинсы. Это просто брюки черные, джинсы. Джинсы под бобку. Вот эту. Мне так она понравилась. Она не сильно толстенькая. Ну, короче, прикольная. Понравилась. Вот. И вот такую вот кофточку. Это под брюки взяла. С Эйфелевой башней. Когда брала, думала про Дашу. Думаю, ну я когда одену, думаю, Даши понравится. Вот так вот. Ну, еще купила себе вот такие зимние сапоги. Да. Такая платформочка. Даша увидела и говорит, мама, я примерю. Я говорю, конечно, примеришь. Вот. Так как размер у нас ноги с Дашей, в принципе, одинаковый. Что у меня 36-й, что у Даши 36-й. Ну, еще 37-й. Вот это 37-й я брала. Но они немного на меня. Как бы, типа, великоваты. Ну, брала, как на теплый носок, знаете. Вот. Такие прикольненькие. Мой неугомонный ребенок. Такой пушистый снег. Она так ему радуется. Даша! А Умка, гляньте, что вытворяет. Умка. Умка прыгает. Такой тоже счастливый. Не-е-е-е! Не вот это хрена! Да не кричи, Дашка! Да, огромные. Пока Даша набирает себе ванну, кайфует на улице. Пока у нее там ванна набирается. Называется кайфи не в ванной, а на улице. Мам! Угу. Алло, куда ты кидаешь? Боже, это слово? Алло. Ты нормально слышишь? Блядь. Мама, я встану иду, все. Завтра в школу пойдешь, да? Классно. Дашуль, не, Дашуль, стоп. Вставай, потому что ты приболевшая, я тебя очень прошу, не надо ложиться на землю. В рот попала. Снег, снег. Умка радуется, как дитя. Да, он и есть дитя, он молодой пес, всего лишь годик ему. Тоже, гляньте, прыгает. Я не знала, что она настолько заболит. Так маленький снежок же был, маленький. Гляньте, ну прям. Мой маленький снежок. Да, вижу. Дашуль, дочь, дочь, еще чуть-чуть и в дом. Пожалуйста. Ни, Бог, у тебя окончательно не зайдет. Амини, сразу, амини. Субтитры сделал DimaTorzok